Сегодня в республике более 46 тысяч предпринимателей, и количество их с каждым годом только растет. Частный бизнес становится силой, способной помочь экономике выйти из кризиса. На территории Чувашской республики действует программа развития малого и среднего бизнеса, работают бизнес-инкубаторы, помогают бизнесменам и банки. В этом году День российского предпринимательства отмечается в юбилейный десятый раз. И по традиции местом встречи деловой элиты стал театр оперы и балета. Вот только формат мероприятия был больше похож на деловой прием. Все подробности в нашем сюжете. 15 круглых столов, за ними руководители республики и города, представители промышленности региона банковского сектора. В этот день предприниматели обменивались поздравлениями и общались. Правда, говорили не о бизнесе. Если я каких-то знакомых здесь встречал, то о всем только не о бизнесе. На заводе Александра Чугунова работает порядка 75 человек. После долгой консервации предприятие запущено вновь в 2008 году. 5% продукции уходит на рынки Чувашии. Все остальное за рубеж и в регионы России. Сегодня бизнесмены вручили почетную грамоту Минэкономразвития Чувашской республики. Весь актив, наверное, республики все-таки составляет бизнес. Поэтому я считаю, что хорошо это собирать. Хорошо собирать всех, например, ведущих предпринимателей здесь, отмечать лучших и так далее. То есть это полезно. По статистике в российском бизнесе занято около 37% прекрасной половины человечества. По другим данным, всего 5% женщин являются предпринимателями. В любом случае, в современном мире уже нет деления бизнеса на мужской и женский. Каждая женщина для себя решает. Больше семья или больше работа. Вот если человек все-таки считает, что он больше может реализовать себя в работе, это замечательно. Если она может реализовать себя и в семье, по-моему, это идеальный просто вариант, если он бывает как таковой. Самое интересное то, что с мужчинами не просто легко, с ними очень интересно решать вопросы. Таланцевы, Цветковы, Ефремовы, Астраханцевы. Пожалуй, мало кто из представителей бизнес-сообщества не знает эти имена. С ними связана история становления и развития предпринимательства в Чувашии. Но, как и сто лет назад, миссия любого бизнесмена – создание новых рабочих мест и повышение уровня социально-экономического развития региона. Предприниматель – это сегодня целый социальный слой, передовой класс общества. И проекты, которые сегодня реализуются среди предпринимателей республики, они реализуются во всех жизненно важных сферах. Это промышленность, это аграрный сектор, это строительство, это сфера услуг, общественное питание, горячие дорогие. Параллельно с появлением на столах горячих блюд на сцене начался не менее горячий момент праздника – вручение республиканских наград. Лучшим предпринимателем 2016 года стал 45-летний Ришид Санзяпов, глава крестьянско-фермерского хозяйства Батревского района. Конечно, приятно и горжусь, что выбрали победителем. Это отрадно, это не только радостно, но и ответственно в любом случае. Ведь предпринимательство – это не только получение прибыли, но и социальные вопросы, благотворительность и так далее. Только в 2016 году предприниматели республики получили государственную финансовую поддержку на общую сумму более 2,5 миллиардов рублей. Михаил Игнатьев напомнил, что регион признан одним из лучших в стране для ведения бизнеса. Важно удержать эти высокие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. Анжелика Григорьева, Александр Петров, Республика.